Садовая 3 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 по договору развития застроенной территории, предусматривая строительство поликлиник, встроенных в данные помещения, они останутся в том виде, в каком мыле есть, без каких-либо изменений. К концу этой недели, максимум понедельник-вторник, он четко скажет, в каком формате он продолжит или не продолжит финансирование данного объекта. Поэтому нам придется немного подождать. Но вопрос о снятии обременения по поликлиникам на сегодняшний день уже не стоит. Важность в том, чтобы потом из этих 5000-6000 не получилось 300 квадратных метров. Почему у вас на площадь поликлиники? Потому что можно сделать поликлинику 20 метров, посадить одного врача, который будет принимать терапевт какой-нибудь или педиатр. А можно сделать 2000 квадратных метров, оснастить ее оборудованием, и это будет полноценная поликлиника. А можно не доставить дома и ничего не было? Можно, да. Можно, да. Можно, да. Я же не говорю, что вам... Поэтому, вы знаете, у нас, Андрей, у нас регулируется... У нас нет с вами противоречий никаких с дольщиками. Поймите, мы за достройку вашего дома. И мы тоже за достройку вашего. Но нам поликлиника тоже нужна. Поликлиника обязательно нужна. Я поликлиник второй вариант. Значит, любой вот Дмитрий Вячеславович, присутствующий здесь у нас в зале, он вам четко скажет, что нельзя посадить одного врача в одно помещение и назвать это помещение поликлиникой. Мы сейчас говорим о ныне действующей законодательной базе, в которой предусмотрены все требования поликлиникам, квадратным метром, количеством смесителей, установленных в каждом помещении, где работает врач, общей, не общей практике и так далее. Там все прописано. Соответственно, Виктор Васильевич не сдаст дом никогда, если те помещения, которые предусмотрены под поликлинику, будут не соответствовать требованиям к поликлинике. В разрешении на строительство, которое на садовую, дом 3, 1Б1А, написано «Жилой дом со встроенно-пристроенной поликлиникой детской и взрослой. На 100 мест каждая». Я являюсь дольщиком садового корпуса 3 и встречался действительно с администрацией, с Виктором Васильевичем Вишневым, с инвестором. У меня вопрос. Инвестор четко на том собрании озвучил, что с нашего дома должны быть сняты обременения в виде поликлиники. Однозначно, эта фраза прозвучала именно так. Да, вопрос стоял не о стальном обременении в виде детского сада и так далее, но про поликлиники было четко сказано. На сегодняшний момент, сейчас ситуация меняется, Виктор Васильевич ведет переговоры, сегодня встречался, на следующей неделе будет какая-то информация. Окей, что сейчас поменялось кардинально в понимании застойного инвестора о выходе на стройку по поликлиникам. Из того, что вы сейчас сказали, я ничего не понял. Давайте еще раз повторю. Давайте. Значит, еще раз повторяю, инвестор, с которым мы сегодня общались, не сегодня, а в пятницу, с кем Виктор Васильевич должен сегодня проводить переговоры, но в силу объективных причин по, скажем так, по просьбе инвестора, эта встреча перенесена на другой день, наверное, завтра, или послезавтра, возможно, в пятницу он к нам тоже приедет. Но все будет зависеть, скажем так, от возможностей всех сторон. Вы же тоже поймите, просто так снять обременение нельзя. Это серьезный, скажем так, процесс, который, возможно, многократно затянется в судебных инстанциях на многие годы. Соответственно, затяжка этого процесса повлечет за собой затяжку строительства. То есть строительства два года тоже не будет, пока мы будем, извините за выражение, поддаться в судах и отставить каждую свою точку зрения. Но вы поймите, вот вы машете головой, мы не против, чтобы вы махали ей. Вы простите, опять же, давайте мы будем все-таки говорить в рамках того, о чем мы уже говорили. Когда мы с вами встречались, мы четко обозначали месяц на это, месяц на это, поддачь, когда в двух годах не было никакой речи. Речь шла в каком-то... Вы знаете, а жизнь-то, между прочим, меняется, когда ты приходишь в соответствую прокуратуру, приходишь... Ну, кстати, вот сейчас есть современная фраза. Простите, я просто скрублю, да? Ну, давай. Мы перебуваемся прямо на ходу. Хорошо. Я объясню. Простите, вот сидят люди, я не знаю, сколько здесь дольщиков, да? Порядка 40 человек, мы просили их прийти. Вот еще раз говорю, давайте мы поймем, что изменилось в первозрении инвестора в том смысле, что он готов зайти на застройку, уже построив поликлиники, оставив там обременение. Вот смотрите, вот давайте я вам сейчас еще раз объясню, чтобы вопрос о перебувании, как вы правильно сказали, не шел. Вот знаете, наша главная задача какая? Чтобы дом начал достраиваться, правильно? Да, абсолютно. Вот нам сейчас обязательно идти в суды, как мы говорили раньше. Если сейчас эта процедура... Послушайте, послушайте, дайте я скажу. Вы же говорили, я же не перебывал. Вот. Наша главная задача, чтобы дом начал достраиваться, правильно, чтобы туда пошли инвестиционные деньги, правильно. Мы говорили о том, что инвестор на прошлой встрече сказал, вот убираете все обременения, вот все, тогда я захожу, правильно. Мы пошли, пошли в прокуратуру три раза, пошли в другую структуру три раза, посмотрели судебную практику 25 тысяч раз и поняли, что в данной ситуации, в данной ситуации процесс начала строительства будет затянут именно на годы. Соответственно, мы говорим, товарищ инвестор, вы именно чего боитесь, чем поликлиника вас страшит? Он говорит, меня страшит поликлиник именно тем, что мои вложенные деньги пойдут не на те квадратные метры, которые я покупаю, они будут отвлечены на любое воздействие или действие на социальный объект. Правильно я, Классич, Игорь? И если данный проект продолжение строительства, а инвестор скажет, я буду вкладывать деньги, вы будете против? Вот если инвестор скажет, оставляем поликлиники, вот подождите, вот подождите, если инвестор, например, скажет, мы оставляем поликлиники, оставляем договор на развитие строительной территории, не ходим ни в какие суды, вообще время на суды не тратим и, например, через месяц я начну вам давать деньги на строительство, вы будете против и будете настаивать на судах, чтобы я не переобувался. Но если вы разумные люди, именно это я вам и пытаюсь донести. Вот объясните мне, Виктор Васильевич, что изменилось у Алексея Юрьевича, почему он готов? Ну, можно просто в двух словах, не открывая коммерческая тайна? Спасибо. Нет, почему вы считаете, что суд, суд это свет в конце тоннеля. Потому что это нормальное решение, когда это карта власти. Ну, так суд же подразумевал, значит, снятие обременения. Хорошо. Так? Я и за снятие обременения. Вы за снятие обременения, да? Ну, понятно. Вот. А теперь, чтобы не выдавать, как вы говорите, коммерческую тайну, почему Алексей Юрьевич согласился, значит, сейчас рассматривать вопрос в другом разрезе, ну, потому что я ему предложил еще некоторые варианты участия в других проектах. С сохранением обременения и по строительству поликлиник. Вот и все. А при чем тут администрация, когда проект наш? При всем уважении. Это реальные проекты, как считает администрация? Да. Потому что вам, извините, нет никакого доверия. Вы лишили нас молочной кухни в этой свечке. Вы лишаете нас поликлиник, вы лишаете нас садик, вы лишаете нас школы. Вы ничего не сделали для района. Ни одного социального объекта. Где они? Покажите. Можно погромче. Могу и погромче. Могу кухо крикнуть. Наша главная задача, чтобы строительство продолжалось. Инвестор тоже не заинтересован, что в его вложенные 180 миллионов лежат мертвым грузом. Мы же тоже, понимаете, мы не идем на все желания инвесторов. Я захотел, уберите мне вот это, уберите мне то, выкосите мне полную поляну. Мы ему объясняем, что есть вещи, которые, ну, скажем так, в законодательном формате очень сложно сдвинуть и подвести под его интересы. Мы с ним общаемся достаточно интенсивно и объясняем ситуацию, что именно вложенные его деньги, они не пойдут ни на какие иные цели, как мы уже говорили. Потому что его, еще раз повторю, эту фразу, которую 300 раз уже говорил в этом зале, он исключительно переживает из-за того, что будет отвлечение денег, вложенных им в квадратные метры, и эту позицию свою он четко и конкретно озвучил на том совещании. Мы ему, Татьяна, не за чей счет? За счет того, что у Виктора Васильевича появляется свобода относительно вложенных. Вот если сейчас он начнет строить, если дом, скажем так, до конструктива в коробке выйдет до крыши, но люди тоже могут покупать там квартиры себе. Петр Владимирович, все-таки позвольте, я спрошу. Значит, строительство поликлиник тоже состоит. То есть это само помещение, здание, они уже, ну, как бы, первое, эти этажи отстроены, второе, это отделочные работы, так как они должны быть, ну, по всем... Согласно проектного решения. Не как они должны быть, согласно проектного решения. Вот что в проекте у него прописано, так оно должно быть. И раньше, оснащение, я поликлиник. У него без оснащения поликлиника. Без оснащения. Вот видите, а раньше вы нам говорили, что оснащение тоже. Я, я прошу прощения, я мог ошибиться. Вот в этом я мог ошибиться. Почему? Потому что, ну, на самом деле, у нас много поликлиники. Да, на нем нет обременений по оборудованию поликлиники. А оборудование у нас на Минздраве. Это уже потом, после того, как она придет в рубль. Может, Минздрав послушаем уже в конце концов. Балласов Дмитрий Вячеславович, представитель территориального управления номер 5, Министерства здравоохранения Московского Вопрос в чем? У нас законодательство меняется, особенно в нормах СанПИН, меняется ежегодно. И вносение изменений будет только после того, когда помещение будет готово, будет передано нам, мы уже будем смотреть по размещению, что у нас подходит по нормам СанПИН для этого учреждения здравоохранения. Одно могу сказать точно. В этой поликлинике никогда речь не шла об установке революционного аппарата. Законодательством это запрещено очень жестко размещение в жилых домах рентгеновского оборудования. Ну, в общем, ладно. Да, Владимир Владимирович, пожалуйста, на рентгеновский комитет. Да ладно, не цепляйтесь, Роман, ну, давай сейчас мы в этом... Пуэртон Вадимович сказал абсолютно противоположную. Вы просто услышали то, что хотели услышать. Ну, конечно, мы всегда слышали то, что вы делаете. Здесь, здесь изначально, я не говорю ничего. Я говорю, Министерство здравоохранения Московской области в рамках согласования от простой застройки территории данной, пока ППТ это согласовывалось, Министерство здравоохранения согласилось с предложенной на тот момент администрации, когда у них были полномочные, концепцией застройки данной территории. Мы другого вообще ничего не видим там. У нас теперь будет поликлиника, и все будет зависеть от того, сколько квадратных метров в конечном итоге по расположению помещений у нас там будет. А в ППТ вы не видели, когда вас устроило, сколько там метров планировалось? Вы не помните так? Вы знаете, согласование проходило еще в 2012 году, когда еще полномочия были в администрации. У нас согласование, есть проект. Вопрос просто, вот мы сейчас тоже говорили, вот застройщик сидит, напрасно вы думаете, человек тоже вложил огромные деньги, говорю, финансовая ситуация у нас в стране нестабильная, я никого не говорю, ничего. У нас, говорю, ну получилось так. У нас, говорю, социальная... Слушайте, ты можешь, значит, получилось так. Как получилось? Что получилось? Садились с одним объектом, одного социального объекта. Двадцатый дом сдавали, хоть одну квартиру выделили тем, кто под снос должен был пойти. Мы только сидим и входим в положение одного застройщика, второго застройщика. Лиза, страх видит развитие поликлиник вообще в нашем районе. У нас вообще, вообще полностью это регулируется. Есть у нас постановление правительства 667, друг 13. Это нормы как достроительные. В соответствии с этими нормами, министра организует только оказание медицинской помощи. И мы организуем в рамках тех помещений, которые у нас есть. Я понимаю. Я вас спрашиваю уже, вот как... Мы говорим, у нас сейчас есть помещения. Нет. Вот на них нет. У нас сейчас те, что есть помещения, мы на них организовываем. Помещения будут новые, будем тогда уже думать, смотреть. Когда уже будет 95% готовности помещения, мы посмотрим по набору помещений то, что есть. Есть приказы, которые регламентируют, сколько специалистов до одного человека должно быть. Посмотрим, участковая служба там будет обязательно. По специалистам будем смотреть соответствии с федеральным законам 323. Хорошо. Все оснащение, оно лежит на Министерстве здравоохранения, правильно? Еще раз. Оснащение поликлюнг, оборудование там, егель, я не знаю, что там. Не важно. На данном этапе этот объект, пока не будет решения передачи его в собственность Московской области, мы его не можем включить в госпрограмму на оснащение. Нет, я понимаю. А вообще, в принципе... Как только это произойдет, мы будем тогда уже включаться в госпрограмму и закупать оборудование. То есть застройщик и инвестор освобождены от этого? Да. А вот они изначально, у них инвестиционные обязательства только по строительству. Только помещения. И самое интересное, я вот прошу вас всех. Я говорил, что человек, когда организация заходила, получала разрешение на строительство этого дома, там проект. В соответствии, в проекте были эти две поликлиники. Разрешение на строительство давалось только с учетом того, что эти две поликлиники там будут. Соответственно, приниматься решение о вводе этого здания в эксплуатацию будет только, если эти поликлиники там будут. Или опять десятилетние, двадцатилетние суды. Все, спасибо. Спасибо за конкретный и краткий главный ответ. Спасибо. Вас не проголол нам на прошлом совещании. Подача документов в суд и снятие обременений по строительству поликлиник – это один из путей. Но с нашей точки зрения, ввиду того, что не сама процедура занимает два с половиной года подачи документов в суд, а получение разрешительной документации с изменением проекта планировки территории, потому что это все за собой, это все повлечет автоматически. И все эти процедуры после судов, если он будет с положительным решением, то они займут два-два с половиной года. Соответственно, мы имели право встретиться с инвестором и обсуждать с ним вопрос не превращения этого объекта в длинный долгострой по причине того, что мы выбрали этот путь, а по причине того, что мы его не отбрасываем никуда. Но по вопросу возобновления инвестирования, в случае, если инвестор будет четко убежден, что он платит деньги за свои квадратные метры, а не на отправление их на социальные объекты. Мы можем по этому вопросу с ним проводить консультации, беседы, совещания и прочее или нет? Ради бога, только скажите тогда поликлиники, зачем они еще будут достраивать? В каком состоянии может застройщик? Подождите, вы что не слышали? Поликлиники никто не будет достраивать, они уже построены. Раньше мы обсуждали этот вопрос, я не знаю, как с вами было, с нами точно было, что вся проблема в том, что эти поликлиники надо оснащать. И что это дальше? Это очень, послушайте дальше, послушайте. А сейчас выясняется, что оснащать их застройщику и инвестору не надо. Поэтому вопрос снятия обременения, он не стоит. Единственное, что вопрос стоит, что они не смогут продать эту площадь, как коммерческую недвижимость В случае перевода и снятия обременения, у них не будет дополнительного бонуса в виде 4 тысяч квадратных прибыли, меня вообще не интересует этот вопрос. И нас тоже. И вас тоже. Стоять и помещение сдается, какая делка? Согласно проектного решения. А что там написано? Там, понимаете, там вот написано, что стены покрашены, значит, они будут покрашены. Там, где должна лежать плитка, будет плитка. Если на полу будет плитка, написано, значит, будет плитка. Вот в таком состоянии не будет становиться. Я вас спрашиваю, чистовая или нет? Конечно, чистовая. Это главное что? Вопрос. Не надо ничего достраивать, оно уже построено. Это главное что? Нет, пожалуйста, они за честового. Они, пожалуйста, еще на эти вопросы, и не знают. Вот сейчас господин Вишневой сказал о том, что у него есть дополнительные преференции для инвесторов, которые готовы зайти на стройку. У меня вопрос к администрации. Администрация контролирует данный процесс? Или этот процесс запущен между инвестором и застройщиком в колуарной форме, и кто об этом опять не в курсе? И коммерческая тайна. Чтобы потом у нас не оказалось, что вы опять скажете, что вы этого не говорили, или что мы об этом не говорим? А у нас все записывается, у нас все нормально об этом вопросе. Замечательно. Ответьте, пожалуйста. У нас много сегодня, слава богу, собралось. Скажите, пожалуйста, администрация, определяющую какую-то роль играет? Значит, определяющую роль администрации в этом вопросе не играет. Определяющую. Какую роль играет здесь застройщик и инвестор, мы настаиваем на том, в рамках наших полномочий, на том, чтобы все переговоры между инвестором и застройщиком велись в присутствии администрации. Чтобы мы все знали, на каких условиях, в каком формате договаривается застройщик вместе с инвестором. Сейчас мы в курсе только работы с одним инвестором, с которым я разговаривал, Алексей Юрьевич Юрков. Ни с какими другими инвесторами, кроме него, я не разговаривал. И веду речь только об этом человеке, о котором и сейчас вел речь. А преференции, которые Виктор Васильевич предлагает? Нет. Преференции, о которых говорит Виктор Васильевич, мы знаем, что у него не есть. Но конкретно, потому что преференция, она не просто называется словом преференция, она должна быть конкретной. Конкретность преференции заключается в следующем. Или я вам даю на возможность сходить инвесторам в строю-встройку один дом, полдома, полтора дома и так далее. Вот это конкретная преференция. Мы этот вопрос не обсуждали, не видели, пока не слышали. О других инвесторах, которые появились у Виктора Васильевича, я тоже пока ничего не знаю. Но как только они у него появятся, он спокойно придет вместе с ними к нам, и мы будем обсуждать этот вопрос. И вы будете с ним обсуждать этот вопрос. Он не говорил про Алексея Юрьевича, про преференцию. Он говорил про преференции, связанные не только с ним, а с теми инвесторами, которыми двумя другими. Только что ответим на мой вопрос, пожалуйста, посрочите его, при условии того, что он предоставит... А, когда он сказал, что он дополнительно с ним обсуждал вопрос? Да, мы это знаем. И вот те преференции вы знаете или нет? С Юрковым да, с другими нет. Все, с Юрковым договорились? Все понятно. Когда у вас будет ответ, что инвестор вы ожидаете? Можете сказать? На следующей неделе он сказал. Он мне тоже сказал. На следующей неделе. Значит, я прошу вас тоже понимать. Это сказал инвестор. Это сказал инвестор. Он сказал, что он примет решение относительно входа или ожидания по отношению к этому объекту. Он не сказал, что через неделю он скажет слово «да». Он этого не говорил. Поэтому мы делаем все необходимое и возможное для того, чтобы он сказал «да». Другого, к сожалению, или там... Ну, у нас пока возможности влияния на него нет. Другой возможности. Значит, нам нет выхода, когда он что ждать, правильно? Если он скажет «нет», значит, будет проблема. Если он скажет «нет», мы всегда должны рассматривать самый худший вариант. Все инвесторы скажут «нет», тогда идем в суд. И там прекрасно понятно, что если он уже вложил туда... Время не ушло. Время один месяц, который правильно роман сказал, что мы долго времени потратили на этот момент. Мы не просто его тратили, не просто сидели. Мы ходили по всем кабинетам и консультировались со всеми инстанциями с пониманием того, что нас ожидает после того, как если мы получим положительное решение суда. Продолжение следует...